Молочное животноводство – самая трудоемкая и социальная отрасль. Жители села Коробикулова это знают по себе. Почти все население занято на местной ферме, работы обеспечены и окрестной деревней. Особо трудолюбивых хозяйство обеспечивает жильем, не забывая про заботу и о своих буренках. Для них недавно построили родильное отделение. Телячьей нежности здесь ощутили 500 коров. Уже скоро дойное стадо увеличится вдвое. Мы подали заявку в администратуру Шанталинского района на 300 голов нетелей черной пестой породы. Как бы заявка наша прошла, сейчас ведутся работы. Как бы мест для содержания у нас сейчас будет. В планах на 2019 год начать строить коровник на 517 голов. Скот для хозяйства закупит ГУП «Велес». В этом году предприятие планирует приобрести 880 племенных голов. Областной бюджет компенсирует затраты. На это заложено дополнительно 100 миллионов рублей. Поставка поголовья позволит в короткие сроки укомплектовать и выйти на проектную мощность нескольким хозяйством. Этот молочный комплекс в Красноармейском районе один из претендентов на получение скота. На генетический потенциал мы влиять можем своими силами очень долго. То есть пока у нас произойдет оборот стада, его галштенизация, мы ждать не хотели бы. И для того, чтобы выйти на заданный показатель, нам нужно именно приобретение поголовья. Поэтому господдержка в этом направлении для нас очень своевременная, актуальная. Она сейчас нам очень нужна. Поддержат рублем и муниципалитеты. 17 миллионов рублей выделено на реализацию в сельских районах нацпроекта по экспорту продукции АПК. В фокусе целевых показателей главное не только объемы поставок на внешние рынки, но и социальная составляющая. В принципе решает на селе вопрос реализации и увеличения объемов. И потянет и занятость нашего населения увеличение численности, вовлеченных малый и средний бизнес. В развитии малого бизнеса на селе ставку делают на фермеров. Для начинающих и мечтающих развиться по-крупному действует грантовая поддержка. Чем их больше будет создано району плюс в виде дополнительных дотаций. Сергей Павлов, Александр Дудко, Сергей Костин. Новости губернии.